уважаемые зрители сегодня я вас приветствую на youtube канале адвоката попова и сегодня мы продолжим разговаривать о судебной практике которая касается непосредственно сделок с долями а точнее необходимости участия нотариуса в удостоверении тех или иных сделок как мы помним середины 2016 года законодательство по сделкам с долями изменилось и все сделки с долями с этого времени должен был удостоверять нотариус но в 2019 году в это законодательство было внесено изменение и часть сделок из-под удостоверения нотариуса ушли а именно если собственники которым квартира принадлежит в долях продают ее целиком то нотариус естественно не нужен был это было понятно с первого момента 2016 года или если несколько человек покупают всю квартиру в долях то естественно тоже нотариус не нужен и в девятнадцатом году именно эти изменения и были приняты но есть еще много ситуаций когда нотариус совершенно не требуется и его присутствие на сделке избыточно так вот такая история произошла нижнегородской области когда два близких родственника владея в долях домом и участком земли на котором стоит этот дом решили один подарить другому свою долю и одаряемый становился полноправным и единоличным собственником и земельного участка и дома они заключили договор в простой письменной форме отнесли его в мфц мфц направила в росреестр и росреестр приостановил сделку указав что форма сделки не соответствует действующему законодательству а именно данный договор должен был быть удостоверен нотариусом продавиа даритель и одаряемые с этим не согласились и обратились в суд естественно первая инстанция ляция кассация все сказали что нет нет нотариус нужен без нотариуса никуда деться нельзя и вот очередная жалоба попала в судебную коллегию по административным делам верховного суда российской федерации и очень интересно что рассматривая этот спор суд сделал несколько интересных выводов и указал на несколько очень интересных юридических моментов во первых суд указал что отказывая в удовлетворении требований суд первой инстанции с выводами которого согласился суд апелляционный и кассационный суд исходили из того что нотариальное удостоверение сделки на основании которой административный истец просил совершить регистрационные действия прямо предусмотрено нормами федерального закона о государственной регистрации недвижимости дальше суд оценивая все происходящее указал что в данном случае представленный на государственную регистрацию договор дарения не соответствует требованиям действующего законодательства так как нотариально не удостоверен по мнению росреестра поэтому и было отказано нет суд пошел дальше и сделал очень интересные далеко идущие выводы которые будут применяться на практике уже настоящего времени и так суд указал при дарении доли в праве общей долевой собственности остальные собственники собственности преимущественного права приобретения отчуждаемой доли не имеют в связи с чем необходимость совершения нотариальных действий предполагающих в том числе первое установление правомочий сторон второе разъяснение смысла и значение сделки третье проверку действительных намерений сторон и соблюдение права преимущественной покупки доли иных участников долевой собственности отсутствует то есть нет никакой необходимости в этом случае обращаться к нотариусу за удостоверением сделки я думаю а если два содольщика один дарит другому объект недвижимости то нотариальное удостоверение сегодня не требуется а если один из судольщиков продает второму судольщику свою долю в праве то по всей видимости тоже нотариальное удостоверение сделки не требуется так как опять таки не надо никого уведомлять сделка ясно и понятное казалось бы не требуется присутствие нотариуса и удостоверение договора а как вы думаете при продаже если всего два собственника ну например в квартире по одной второй доли в праве у каждого и если один продает другому если необходимость присутствие нотариуса для того чтобы он удостоверил договор ну и провел другие действия или нет вот такой вопрос у меня к вам законодательство касающиеся долей претерпевает постоянные изменения это что было актуально ну скажем так два года назад сегодня может быть сделках уже не актуально неправильно и даже опасно поэтому будьте в курсе я постараюсь вас информировать о всех изменениях для того чтобы вы знали понимали и действовали правильно при проведении сделок с долями чтобы никакие негативные последствия не были применены к вашим сделкам в последующем на этом все спасибо смотрите нас слушайте мы работаем для вас и будем информировать вас постоянно благодарю за внимание и всем удачи пока